Очень грустно смотреть на страдающих людей, а когда страдают дети, на это смотреть просто-напросто невозможно. Увы, но мой сегодняшний герой прошел через такой огромный список испытаний, что и врагу не пожелаешь. Все началось с того, что от Димы отказалась родная мать, после этого его ждала целая серия испытаний, после которой ему все-таки повезло и он оказался в хороших руках. Как такое вообще могло случиться и что с Димой сегодня я, и хотела вам сегодня рассказать. Страшно подумать об отношении современных матерей к продолжению человеческого рода. По статистическим данным в последние годы в России делали в среднем 400 тысяч абортов, около 11 тысяч родителей отказались от своих детей, более 400 детей оставили в роддомах ежегодно. Если ссылаться на причины и факторы их возникновения, их конечно же можно найти сколько угодно. Часто ссылаются на желание легкой жизни и ослабление материнского инстинкта, кто-то жалуется на отсутствие денег, а кто-то и вовсе на ошибку молодости. Чего точно нельзя делать, так это считать всех мам отказников чудовищами, ведь большинство из них пошли на этот отчаянный шаг по причине каких-то личных трагедий. Мало кому интересно, что у женщин в детородный период меняется гормональный фон. Они становятся уязвимыми, чувствительными ко всему, не способными критически оценить реальность. Уход мужчины или же рождение больного ребенка для них настоящая трагедия, которую, как им кажется, просто-напросто невозможно решить. В этот период, она нуждается в психологической помощи со стороны врачей и близких людей. Но моя сегодняшняя героиня так и не получила помощь, ни с одной из сторон. В рассматриваемом сегодня случае в отказе со стороны матери, от ребенка определенная вина ложится и на врачей родома, которые своими, мягко говоря, неправильными действиями отрицательно повлияли на роженицу. Рождение Димы с серьезными отклонениями в состоянии здоровья стало причиной возникновения конфликта и самих родителей, которые ждали здорового, красивого ребенка. Увы, но психологически подавленную мать не поддержали ни муж, ни врачи. Вместо того, чтобы вселить надежду на исцеление, они только усилили страхи матери, рассказав ей о том, что ее малыш долго не проживет. Под таким вот колоссальным психическим давлением врачей и мужа, женщина была вынуждена принять невероятно сложное для себя решение об отказе от своего дитя. Большая голова Димы это следствие ряда проблем, которые привели его в злосчастной гидроцефалии. В это сложно поверить, но до того, как оставить Димочку наедине с самим собой, мать даже не удосужилась дать ему имя. Как я поняла, имя ему дали сами врачи, имя очень странное Дима Калекин. Надеюсь, что это какая-то шутка, хоть и злая, но шутка. А если ему и вправду дали такую фамилию, то я даже не знаю, кто из них тот самый Калека. Глядя на большую проблему парнишки, как в прямом, так и переносном смысле этого слова не врачи, ни родители не думали, что тот доживет до выписки. Но Дима оказался настоящим силачом и еще каким. Как говорится всем врагам назло, тот выжил, глядя на его самочувствие, его выписали и перевели в дедом. До четырех лет он пробыл в этом, мягко говоря, незавидном месте. И если его братья и сестры по несчастью постепенно уезжали в новые семьи, то на Диму никто даже не смотрел. В четырехлетнем возрасте он не ходил и самостоятельно не ел. Но научился говорить несколько слов и высказать короткие предложения. Однажды, мальчика показали по телевизору и тут началось. Узнав об участи Димы в телевизионной передаче, супруги Рут и Эрнест Чавер сразу отправились в Краматорск для оказания помощи ребенку. Оформив все необходимые документы, они тут же забрали его к себе домой в США. В приемной семье Дима оказался седьмым ребенком, там его стали звать Зибадих. Любовь всех членов семьи быстро научила его пользоваться ложкой и говорить. А на всех его новых фотографиях тот стал улыбаться от счастья. Приемные родители позаботились и о лечении ребенка. На данный момент специалистами было установлено, что опасности для него нет, поскольку гидроцефалия не затронула лобную часть мозга. Да, мальчику еще пройдется пройти нелегкий и долгий путь лечения, но нахождение его в правильных руках и та самая улыбка, которую он в них излучает, дает нам понимание о том, что все у него в жизни наконец-то будет хорошо. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.